Вот уже 10 лет под прицелом научного внимания Полины Гудковой – ковыль. Нет, не обыкновенный, а единственный на Алтае злаковое растение, семь видов которого внесены в Красную книгу. Сегодня на территории края ковыль почти истреблен. Казалось бы, одним растением меньше, что с того, но ученые доказали, именно ковыль сохранял плодородие степных земель. А итог бездумной распашки – опустынивание и песчаные бури. Это лишь один пример, зачем нужны тома описаний биоразнообразия. В печатном виде пока вышел только первый том «Флоры Алтая» из 10. Но биологи Алтайского госуниверситета запустили сайт проекта, где в открытом доступе теперь есть итоги многолетних исследований. Здесь мы имеем много возможностей, у нас есть интерактивные карты, у нас есть фотография, коллекция фотографий. Можно найти, кто когда-либо исследовал «Флору Алтая». То есть это очень большой электронный ресурс, который постоянно дополняется, дополняется и является такой основой. Сайт подготовлен к Большому научному форуму – Международному симпозиуму АКТРУ-2019, который пройдет в июле в Горном Алтае. Семь лет назад Томский госуниверситет на своей международной станции АКТРУ начал проводить летнюю школу, посвященную проблемам биоразнообразия и природопользования в арктических и альпийских зонах. Ледники Алтая – это огромные архивы данных, а точнее – палеоданных. Они хранят и древний воздух, и пыль, и пыльцу, в общем, всю информацию об изменениях климата и загрязнении окружающей среды. Именно поэтому сюда стремятся ученые со всего мира, причем спешат, архивы буквально таят на глазах. Их место, кстати, первыми занимают не растения, а бактерии. И изучать эту бактериальную экспансию впервые в мире тоже начали на АКТРУ. Но обсуждать на симпозиуме будут не только фундаментальные исследования. Кроме того, предполагается два сателлитных совещания. Одно по энергообеспечению и особенно альтернативной энергетике для удаленных регионов, изолированных. И второе совещание о проблемах, вообще в целом о проблемах российской науки образования. Такое в качестве сателлита добавлено. Так что на самом деле уже один спектр этот широкий показывает. И тут много чего можно, так сказать, чему поучиться. И не только для студентов и преподавателей, и ученых, но и, так сказать, для представителей индустрии. Важно то, что школа объединяет представителей разных культур. Так или иначе, они вовлечены в политику. И, возвращаясь домой, они действуют как дипломаты. Рассказывают о других культурах, о прекрасном опыте путешествия в Россию. Они могут по-другому взглянуть на пропаганду, которую слышат дома. Алтайские биологи впервые примут участие в этом научном форуме и проведут свою летнюю школу. Это будет полевая экспедиция для ученых со всего мира, которые помогут и в составлении флоры Алтая. Обычный мировой опыт, только международными силами смогли написать флору Китая и Северной Америки, помогут теперь и в описании алтайской горной страны, которая, как говорят ботаники, таит еще десятки неизвестных науке видов растений. Елизавета Монского, Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok